Вообще говорить о том, что у нас какой-то кризис, это написано неправильно. Кризис это, наверное, в Челябинске или еще где-то. Посмотрите, сколько у нас домов-то строится. Ну, да и сегодня не про кризис. Достал мне этот кризис, честно вам скажу, который начался 6 лет назад. Вы знаете, у нас была как-то Великая Отечественная война, так она продлилась всего 3 года. Если что, там мы 70 миллионов человек, так скажем, на тот свет отправили. Какие-то две разные вещи. Кризис и вот эта штука. Да ладно. Не хочу об этом даже говорить. Вот, я хочу говорить сегодня о том, что происходит с корейскими автомобилями. Корейские автомобили также иногда чуть-чуть ломаются. Чуть-чуть, самое малое. Хотя я ездил на корейских автомобилях, они ездили, ездили и до сих пор бы ездят. Но рано или поздно тормозные колодки, потом свечки, прокладочки всякие там, ремни. Это вот все-таки необходимо менять. А где мы все это будем делать? Как вы думаете, где? Наверное, вместе с Автовостоком, который располагается здесь, на проспекте Ленина, 133. Мне как-то часто задают вопрос, а где это находится? Для меня, сведущего в технике, я показываю где. Умных людей хватает, а тот, кто не понял, поймет, что это последний дом по Ленина перед труда. Вообще, честно радует, что с новыми хозяевами магнитки она строиться начала. Раньше здесь было пусто, а теперь густо. Да и как-то дома стали строиться без дивного влияния почившего уже супермаркета. Первый этаж, конечно, дорог, а цокольные помещения – это то, что надо. И Автовосток находится здесь же, радуя всех тех, кто ранее считал перемещение не на крутом корейце неправильным, ориентируясь на цены дилеров. Всем корейцам хороши, буквально всем. Поэтому их производят буквально все, в том числе и наши любимые узбеки. Помните, да, Деу-Нексия? Ну, так вот, маленькая проблемка там возникла в Деу-Нексиях. Дело в том, что они используют отечественный металл. Вот, отечественный металл, может быть, у них какой-то свой. Не знаю, как, почему они используют магнитогорский металл, потому что если бы из магнитогорского металла они были бы сделаны, они бы служили бы настолько же долго, насколько служители из корейского металла. И вот они сегодня здесь есть. Ну да, без милой сердца у Нексии-то никак. И это радует, что на Нексию есть все, в буквальном смысле. А, кстати, если есть на узбекского корейца, то как насчет остальных, то? Вопрос естественен, естественен и ответ. А вот АвтоВосток продолжает нас удивлять, меня действительно удивил. Я попросил, мне показали. Вот это вот на Нексию, вот все расходные материалы, да? Фильтр топливный, масляный фильтр, вот воздушный фильтр, колодки и свечки. Цена вопроса, 1090 рублей. А вот на другие вещи корейской марки Hyundai Accent это все обойдется чуть-чуть дороже, совсем чуть-чуть дороже. На сколько? На 210 рублей. О, 1300 рублей. Все, что нужно для того, чтобы ваша машина ездила. А если еще поставите газ, представляете, как машина будет ездить? Да. А вот немножко и для души то. Колодочки есть все, ну или практически все. Запчастей море я посмотрел на подушечки, нужные мне. Не на америкосы, естественно, а на корейцах. Оу. А это специально для тех, кто дорог не разбирает и правил тоже. В кого влетели? И тот, кто не понимает, что останавливаться на светофоре надо с запасом. Двери, пожалуйста, любые крылья, перед и зад. И багажники, и капоты, и бампера. На все. На все есть в наличии. И трудно понимать, что если нужно, то Корея получается. Я так понимаю, что вопрос с колодками вообще не стоит? Нет, не стоит. То есть у нас в наличии большинство колодок на многие автомобили. То есть начиная от Nexia и заканчивая Land Rover, Land Cruiser, Mercedes. То есть если чего нет в наличии, можем под заказ привезти. То есть можно говорить о том, что у вас не только на корейских автомобилях, вы вообще на все привозите автомобили? Расходные материалы можем на любой автомобиль практически привезти. То есть колодки, фильтра. То есть под заказ. Кстати, без заказа и для тех, кто работает вместе с машиной. Доставка будет из любых точек АвтоВостока, благодаря каблучку от Peugeot. И это очень актуально для тех, у кого машина в ломоватом пока состоянии. То есть в периоде восстановления своих творческих способностей. А для нас-то интересен район вокзала То. Да и здесь есть подразделение АвтоВостока. Прямо рядом с вокзалом, не доезжая до Московской. Проспект Ленина, 14. Ну и нас, естественно, пустили-то вовнутрь, чтобы всем показать то. А мы и зашли им. И показать-то есть что. Все то, что и везде. И те же крылья, и двери, и запчасти, и бампера. И радиаторы кондиционеров, и сами радиаторы. А про то, что нужно не для жести, а для перемещения, тоже. И естественно, амортизаторы. И кто бы знал то. Но для тех, кто в Ленинском, и здесь это дешево. И вот вы теперь понимаете, что же такое наличие. То есть наличие, когда есть все. Здесь куча им колес, естественно. Колес здесь нет, а вот все остальное в любом случае, пожалуйста. Карломаркс, 14. Любимый мой район вокзала. Кстати, самое лучшее место здесь не затекает. Дым и комбинатор сюда. Здесь как-то дышится чуть-чуть полегче. Хотя мне, больному онкологии, это не с руки. Ну да ладно. Приезжаем сюда. Смотрим. И в действительности покупаем. То, ради чего не требуются большие деньги. То есть корейские автомобили, они именно для этого и созданы. Быть недорогими. При этом давая вам возможность эксплуатировать себя в полном ассортименте.